Всем привет! Вы на канале Технолинк, и в этом видео я вам расскажу о телевизоре Samsung 43RU7097U. Скажу заранее, что я собрал для вас ссылки с актуальными ценами на все магазины в описании, где вы сможете узнать стоимость этого телевизора. Рекомендую вам поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать еще больше нового контента. И про колокольчик не стоит забывать, так вы сможете узнавать о выходе новых видео одним из первых. Небольшая пауза и мы начинаем. Дизайн строгий, декоративные элементы отсутствуют. В основном используется пластик с черной и матовой поверхностью. Телевизор выглядит аккуратно как спереди, так и сзади. Внешняя поверхность матрицы черная, жесткая и слегка матовая. Внизу по центру рамки закреплена небольшая накладка из тонированного пластика. Хочу отметить наличие в комплекте поставки изолирующую угловую вставку для антенного кабеля. Она убережет электронику телевизора от высокого напряжения, которое бывает в антенном кабеле из-за плохо зануленных подключенных устройств. Побочным эффектом от использования этой вставки является некоторое ослабление сигнала. Подставка выполнена в виде двух V-образных ножек. Телевизор можно установить на штатную подставку. Стоит вертикально без видимого наклона. Альтернативный способ установки телевизора это варианты крепления телевизора на кронштейн веса 200 на 200 мм. Корпус пульта выполнен из черного пластика с матовой поверхностью, а сами кнопки из резиноподобного материала. Пульт удобно лежит в руке. Есть возможность настроить этот пульт на управление другой аудио- и видеотехникой. Но для управления сторонней техникой используется передача команд с помощью инфракрасных излучателей на самом телевизоре, что снижает ценность этой функции почти до нуля, так как подключенная к телевизору техника редко находится перед самим телевизором. К устройству можно подключить клавиатуру и мышь по USB. Подключение по Bluetooth не поддерживается. Эти устройства ввода работают через USB-разветвитель, освобождая дефицитные USB-порты под другие задачи. Для подключенной клавиатуры можно выбрать альтернативную раскладку. Нужно отметить, что интерфейс хорошо оптимизирован для использования только пульта. То есть подключать клавиатуру и мышь в принципе не обязательно, но они пригодятся еще в двух сетевых функциях. Это доступ к удаленному рабочему столу и работа в Office 365. Также есть функция вывода рабочего стола ПК. Все эти три функции предназначены для работы с ПО от Microsoft. Кроме того, телевизором можно управлять через мобильное устройство с помощью фирменного приложения SmartSync. Телевизор представляется как одним из устройств умного дома. Для доступа к устройству SmartSync используется облачный сервис, поэтому телевизором можно управлять из любого места, где есть доступ к сети. В телевизоре присутствует универсальный гид, который покажет вам не только популярный контент, для вас на основании анализа ваших предпочтений, которые вы сделали за последние несколько месяцев. Разрешение экрана соответствует стандарту 4К Ultra HD. Бесспорные достоинства этой модели это превосходная цветопередача и высокий уровень детализации, за счет чего изображение выглядит предельно реалистично. Телевизор поддерживает такие форматы как JPEG, PNG и BMP, MPO, в том числе в виде слайдшоу с эффектами перехода и подвыбранную фоновую музыку. Изображение размером 3840 на 2160 пикселей выводится один к одному по пикселям в истинном разрешении 4К и даже без снижения цветовой четкости. Впечатляющее качество изображения благодаря обновленному процессору, который управляет цветопередачей, оптимизирует уровень контрастности и обеспечивает поддержку HDR. Насладиться оптимизированным для просмотра цветом, четкостью и уровнями контрастности поможет интеллектуальная технология подсветки UHD Dimming, которая делит экран на небольшие блоки для более точной передачи деталей. Быстрый, удобный и интеллектуальный способ управления Smart TV позволит смотреть разнообразный контент, который собран в одном месте на одном экране. Просто нужно выбрать коннект от разных провайдеров и можно пользоваться предпросмотром, не запуская само приложение. Технология Steam Link дает возможность оценить высокую скорость и потрясающую графику компьютерных игр на экране телевизора через приложение. Тем самым вы будете получать больше удовольствия от ваших любимых компьютерных игр на большом экране телевизора, а не на маленьком мониторе. Настроек звука довольно много. Громкость встроенной акустической системы можно считать достаточной для типичной по размерам жилой комнаты. Присутствуют высокие и средние частоты, а также есть чуть-чуть низких. Мощные фронтальные динамики с поддержкой технологии Dolby Digital Plus помогают получить больше удовольствия от просмотра блокбастеров, развлекательных шоу и спортивных соревнований. Мощность двух динамиков 20 Вт, по 10 Вт на каждый динамик. Время отлика при переходе черный-белый-черный ровно 17 мс. Среднее время отлика перехода между полутонами составляет уже чуть меньше – 15 мс. Есть едва выраженный разгон матрицы, не приводящий к появлению артефактов. В целом, с моей точки зрения, такой скорости матрицы вполне достаточно для игры в динамичные игры. По совокупности характеристик, этот телевизор является типичным представителем современных недорогих умных телевизоров с разрешением 4К. Простой дизайн, номинальная поддержка HDR с хорошей максимальной яркостью и широким цветовым охватом. Среднее качество встроенной акустической системы и не очень быстрый однодиапазонный Wi-Fi. Впрочем, эргономических провалов в дизайне нет. Матрица правильная, без белого субпикселя или шахматного вывода полутонов. Также этот Samsung получил некоторые функции, обычно встречающихся в телевизорах классом выше. Помимо игр и просмотра фильмов, этот телевизор можно использовать в качестве большого монитора для работы за вашим ПК, так как на максимальной яркости мерцания нет, а вывод в режиме 60 кадров в секунду может быть один к одному по пикселям и без потери яркости и цветовой четкости. Основные достоинства и недостатки, пожалуй, я уже перечислил, поэтому обойдемся без списков. А если кому интересно, то актуальные и самые низкие цены на все магазины я собрал для вас в описании под этим видео. А это был обзор на телевизор от компании Samsung. Если вы являетесь пользователем этого устройства, то можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в новом обзоре!